Прошло уже больше двух недель, как я выпекала печенье. Это самое любимое мое печенье. Тает во рту, рассыпчатое. Это самое-самое песочное печенье. Вот оно выпекается, и в доме пахнет ванилью. Запах ванили, корицы, это же классно как. Ну, немножко напомню, может кто-то призабыл, а может быть кто-то еще не знает. Нам нужно для этого печенья 100 грамм мягкого масла, пол пачки. Мягкого масла. Одно яйцо. В мисочку размешали вилочкой. Добавлю 2 пакетика ванильного сахара. 1 столовую ложку сахара. Мне достаточно. 1 столовая ложка. Мука ценно-зерновая. Приблизительно 230 грамм. Разрыхлитель. Мука на сито, чтобы подышала немножко. Ну и все. Вот это все продукты. Тесто не нужно забивать мукой. Должно быть очень мягкое, такое нежное тесто. Ну и формочкой вырезайте себе свои печеньки, какие вам нравятся. Будет очень вкусно. Я вам даю честное слово. Самое песочное, песочное печенье. Рассыпчатое, рассыпчатое. Вот я возьму одно печенье. И вот попробую разломать руки. Смотрите. Опа. Вот такое печенье. Советую делать. И вам всем понравится. Я же плохого не посоветую. Милые женщины. Испекли печенье. Никогда не оставляйте на столе. В баночку. У меня раритетная баночка. Ей уже 40 лет. Прячу печенье в баночку. И на полочку. Завтра заваривайте себе чашечку кофе. Обязательно позвольте себе одно печенье. Одно. Как гурманы, как эстеты. Позволяйте одно печенье. Находите альтернативу магазинному печенью. Домашнее печенье. Не ленитесь. Выпекайте. Здесь цельнозерновая мука. То есть это полезнее, чем белая рафинированная бука. В этом одном печенье всего лишь 10 грамм. Одна хлебная единица это 30 грамм. 25-30 грамм. А здесь 10 грамм муки. Здесь очень мало сахара. Одна столовая ложка на 20 печеней. На 20. А вы скушаете только одно. Как советовал профессор Силуянов, клиента нужно уметь обманывать. Наш мозг. Маленьким количеством глюкозы обманываем свой мозг. Как гурманы, как эстеты кушаем. Смакуем. Обязательно заварным кофе. Приятного всем аппетита. Выпекайте печенье. Присаживайся и общаемся. Всем добрый день. Всем доброго времени суток. Мои уважаемые женщины, милые мои девочки. Всем фискут привет. У нас киви 4 часа. Я пью кофе. Черный кофе. Маленькая чашечка у меня. Моя халва. Халва, домашняя, семечки и кунжут. 200 грамм семечек черненьких. Меня, кстати, спрашивали, как я отношусь к семечкам. Положительно. Вот халва. 200 грамм семечек. 200 грамм кунжута. На блендер. Добавить столовую ложку меда. И немножко водички. Все. Сделали такой рулетик. В целлофанчик. И в холодильник. Не в морозилку. Можно сделать круглые конфетки. Девочки писали. И в кокос немножко. Тоже очень вкусно. Это наша сладость. Обязательно мы позволяем себе черный шоколад. Черный шоколад 70%. У меня бельгийский. Это большая плитка 300 грамм. Мне надолго очень хватает. Ну и пьем божественный напиток. Кофе. Очень полезный напиток. Очень полезный. Представлюсь. Меня зовут Таня. Я в 56 лет решила постройнеть. И постройнела на 44 килограмма. Сейчас у меня вес 80 с копеечками. Был 79. Но я не хочу 79. Мне нужно район 82. Не могу набрать. Не могу набрать 82. Даю честное слово. Как я начала худеть? Я ушла от перекусов. Я минимизировала углеводы. Я не кусочничаю. У меня сбалансированное питание. Белки, жиры. И на третьем месте у меня углеводы. У меня спорт в системе каждый день. Каждый день. Вот здесь календарик. Я отмечаю каждый день пробежки. 6 километров и 200 метров. Ну записываю 6 километров всегда. То есть я из активных очень. Из подвижных. Рост метр семьдесят. Меня многие спрашивают. Рост метр семьдесят. Вес 80 сейчас. Размер ноги. Китай 43. Размер головы 60. Представилась. Да. И у меня еще нету щитовидной железы. Левой доли. Я принимаю 15 лет. Гормон эутирукс. Ну а сейчас пьем божественный напиток кофе. И маленький ломтик халвы. Кусочек. 4 часа. Вот по природе идет хороший выброс инсулина. И вот к 4 часам 16.00 вы можете позволить себе что-то сладенькое. Именно к 4 часам. История моего похудения. Как я докатилась до такой жизни. Мне 56 лет. Я выходная. Решила пойти позагорать. Раньше ездила на Днепр. Московский мост. Гидропарк. Кто в Киеве живет. Сейчас думаю. Нет. Я туда не поеду. Конечно. Боже упаси нет. Поближе. Думаю. Пойду на канал позагораю. Канал где я сейчас бегаю. Водный канал. Я никогда туда не приходила. Никогда. Не гулять. Не загорать. Никогда. Тем более бегать. Двенадцать часов дня. Я вообще жаворонок. И всегда иду загорать только утром. Если на море, это шесть часов. Шесть начала седьмого. Я стараюсь удрать. Начало одиннадцатого. Чтобы меня в двенадцатом не было на море. Потому что начинается большой наплыв. Мамочки, которые приехали оздоравливать своих детей, в двенадцать часов только выходят на море. Сидят, пьют пивасик. Дети жуют сухарики. Мерзнут в воде по часу сидят. Поэтому вот это зрелище созерцать я не хочу. И вообще санцепек. Я полодиннадцатого гоу с пляжа. А тут меня понесло в двенадцать часов на пляж. В двенадцать часов. Такого быть не может. Что меня понесло в двенадцать часов. Я делаю свою панамку, которая прошла со мной. Крым, рым и медные трубы. Тканевая панамочка такая. И все. Взяла бутыль воды. Три литра. И на пляж гоу. Потому что в этом канале водном купаться нельзя. Все. Иду. Прихожу. Извините за выражение. С юмором. Лежит три коллеги. Возрастные люди. Пенсион, парк. Мужики. Так. С краешку. Которые сделали свои плавки стрингами. Ну, знаете, просто я подальше от народа вглубь. Туда, в канал. Чтобы не созерцать вот это все. На меня женщины просто клеятся. Только меня увидят все. Все ко мне. Вот я лежу. И пять метров от меня одна приходит. Вторая. Третья. Пятая. Что они делают? Достаю телефоны. И начинают. Гала-гала. Я беру свою подстилку. И на пятьдесят метров дальше от всех опять удираю. Вот так я загораю. На пляже я никогда не лежу. Мне не нравится лежать тюленем. Потом встаешь мокрая такая. Я всегда стою. Туда-сюда хожу. Если на море, значит, я по колено в воде. Все. Ножком хорошо. Поплавала. Опять постояла. Я не люблю лежать. Подстилка моя всегда у воды. Ну, здесь воды нету. Значит, я хожу туда-сюда. Смотрю. Идет мужчина. Прошел мужчина по тропочке. Я метр тридцать от тропки стою. Через двадцать пять минут, полчаса, опять этот мужчина прошел. Потом через полчаса, опять этот мужчина прошел. И я потом обратила на него внимание. Думаю. Ничего себе, какие дядечки здесь ходят. Загоревший. Такой статный. Такой просто мачо. У него в руках бутылочка воды. И футболочка белая. Торс открытый, загоревший. Каприки на нем. Спортивная обувь. Я поняла, человек ходит. Думаю, такая жара. Он ходит. Ну, ладно. Все. Это все забылось. Я ушла домой. Проходит несколько дней. И опять иду загорать на этот канал. И только я должна спуститься вниз. Этот мужчина поднимается наверх. И я вот так прямо ему в лицо. Мужчина. Я перед вами преклоняюсь. Я так поняла, вы ходите в такую жару? А он говорит, да. И уже не один год. И мы стали с ним в стороночке под березку, тенек. И он как бы рассказывает мне историю. Говорит, вы знаете, заставила меня ходить сюда. Заставила. И рассказал свою историю. Человеку было 52 года. У него была грыжа позвоночника. Он своими ногами обратился в нейроинститут. По поводу грыжи. Сделали операцию неудачно. Выписали с диагнозом порез нижних конечностей и малого таза. Это полупарализация. Привезли домой. Дома третья нога. Это палка. С кровати встать без палки не встанет. С унитаза не поднимет себя. Должна быть третья нога. Ночью страшные боли. Ни одной таблетки не выпил. Ни одной таблетки. Человек, бывший военный, спортсмен, биатлонист. Крепкий мужчина был в свое время. Он сказал, если присядешь на таблетки, все. Это и по деньгам, и здоровье это не даст. У меня соседи, говорит, с этим диагнозом. Коляска, диабет, инсульт. Поспевались. Их уже нет. И я понимаю, мне что-то нужно делать. Через 4 месяца с палкой раньше не мог никак. Я еле добираюсь на рынок Петровка, книжный рынок. Ищу брошюрки, спинальников. Как можно себя восстановить? С диагнозом полупарализация нижних конечностей и малого таза. Если бы у меня кто-то забрал палку на остановке, я бы не сделал ни одного шага. У меня стопы как ласты. Я их не чувствую. Добираюсь домой. Это он все рассказывает. И начинаю штудировать вот эту литературу, эти брошюрочки. И понимаю, что только ходьба меня спасет. Дорогу я перехожу на этот водный канал 5 минут. Шел первый раз 40 минут с палкой. С палкой ходил 2 года. Снимал обувь на траве, колючки, стекла, проволоки. Это все было в стопах, потому что боли не чувствовал. Домой нужно идти одевать обувь. Садился у этого пруда, мыл ноги от крови, потому что все было кровавлено. Человек не чувствовал боли, резал ноги, заводил так стопы себе и шел домой. И так каждый день. Он нахаживал в день от 10 до 15 километров. Ночью страшные боли икроножной мышцы. Говорит, ночами не спал, постоянно массажировал. Никакие крема не использовал, ни одной таблетки не выпил. Дома сделал турник. Доска и минова у него изначально дома. На канале сделал, я вам показываю, турник. Есть вышка такая на канале. Он сделал на этой вышке линолеум такие прокладочки себе, потому что ходит по кругу, на турнике занимается, поднимает ноги, работает человек над собой физически и на вышке то же самое. Не пропускает ни одного, так сказать, спортивного атрибута. Везде занимается, отжимается. То есть турник у него для позвоночника обязательно. Как он себя восстановил. Вы бы видели этого человека. Этим человеком восхищаются все люди, которые его уже знают на этом канале водном. Это просто мачо. Это красавец. Вы никогда не поверите, что у него такой диагноз. Он рассказывает. Пошел к доктору. У него болели немножко ноги, мышцы. Где-то внутренняя венка. Пошел к доктору. Ваши документы. Документы на стол. Открывает доктор документы. Это он рассказывает. Смотрит и говорит. Это что? У вас же диагноз пишется? Он говорит, да. А ну снимайте брюки. Он снимает брюки, а у него мышцы. А он же спортивный какой. Это порез нижних конечностей. Вам поставили такой диагноз? Он говорит, это я себя сделал таким. Как сейчас. А диагноз? Вот это такой я был. Вот что человек собой сотворил. Ходьбой длительной, но очень медленной. Он не быстро ходит. Он делает нажим на стопы. Чтобы заводить стопы. Он рассказывал. Если три дня он не походит, стопы цементируются. То есть постоянно нужно двигаться. Двигайся. Все отлично. И вот этот человек, посторонний человек, которого я не знала, говорит мне в конце нашей беседы. Приходите. Занимайтесь собой. Это тропа жизни. Вы похудеете за месяц на одной ходьбе на 5 килограмм. И когда мне сказал это посторонний человек, который привел себя в порядок, мне так стало стыдно. Я думаю, боже, у этого человека был порез нижних конечностей, малого таза. То есть полупарализация. А я жирная, толстая. А что будет дальше? Рыхлость. Холодец. Немедленно. Немедленно с собой что-то нужно делать. Вот он мне это говорит, наставление дает. Приходите. И я сама себе даю тоже наставление. Я буду вечером здесь. Все. Я буду вечером здесь. Этот человек для меня стал вождем и учителем. Это просто мересье. Он практически был без ног. Вы бы видели этого человека. Внешне. Это мачо. Это красавец. Фигура. Статный. Атлет. Ноги. Это не сравнить с мужиком, который ловит рыбу, вот с таким, извините за выражение, кэндюхом. Это же насиживают себе простату. Этот мужик занимается собой. На велосипеде ездит. На нашу десну. Десенка. По воде ходит по 2,5 километра. Заходит по колени в воду и по воде. 2,5 километра в одну сторону, 2,5 назад. Вот так человек привел себя в чувства. Внешний вид. А что грозило? Инвалидная коляска, как он сказал. Диабет, инсульт, спица и гоу. Привет семье. Поэтому меня восстановила вот случайная встреча. Самая случайная встреча, милые мои женщины, самая не случайная. Я в этот вечер была на канале. Я одела коламбия, у меня спортивные босоножки, одела удлиненные шорты и пошла на разведку. Сколько время зайдет у меня, займет два круга. Перед работой я утром буду ходить. Два круга у меня заняло, это была быстрая ходьба только, час и 15 минут. Ну плюс-минус, упражнений я не делала. Вечером я в разведке, утром перед работой я там. Все, стропы жизни, стропы похудения, я не ушла ни на один день. И вот я там, благодаря вот такой встрече. Самая случайная встреча, самая не случайная. И вот я, новая Таня, перед вами. Первые два года я только быстро ходила. У меня не было даже упражнений. Два года я только ходила. А потом со временем начала уже нарабатывать и упражнения. И у меня пошла такая хорошая труса. Мне моя коллега Ирочка стоит на мосту и кричит мне. Таня, ты уже не ходишь, ты что, не замечаешь? У тебя же уже хороший бег идет. Я даже не обратила внимания. Это было через два года. И потом я только поняла, стоп, я уже не иду. У меня уже хорошая в темпе идет такая трусца. Я даже не заметила этого. То есть, знаете как, вижу цель, не вижу препятствий. У меня только цель. Меня никто не интересует совершенно. Я никого не вижу. Мне бывает кричат догонку. Таня, привет! Ну, уже познакомились и женщины, и мужчины там. Спортсменам привет кричат. Я никого не вижу. Я только вижу цель на горизонте. Все. Мне никто не нужен. Рядом мне не нужна подружка. Она меня отвлекает. Я иду работать. Я иду работать физически. Потому что знаю, что результат у меня обязательно будет. Вот так. Поэтому немедленно выходите все. Занимайтесь собой. Ходьба значит ходьба. Потом немножко пойдет по нарастающей. И будете усложнять себе. Постепенно. Все постепенно. Ну, вот так. Как бы все вам рассказала девочке. Как я пришла к такой жизни. История моего похудения. Ну, все, милые мои. Я с вами прощаюсь. Кому понравилось мое видео, не забудьте поднять пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал. И нам с вами, девочки, будет очень нескучно. До встречи. Любите себя. Милые мои девочки, немножко скользко ходить. Снежок немножко сойдет. И мы обязательно с вами упущенное наверстаем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok